приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва в первой части рейда мы целое утро посвятили северной части хаджбейского лимана обходя каждый заросли камыша чтобы не пропустить ни одной сети вода там чистая глубина небольшая браконьеры ставят сети непосредственно возле камыша не давая проходу рыбы на нерест поэтому в траллине кошкой по дну не было смысла это вторая часть того же рейда мы продвинулись уже к южной части хаджбея и просто были поражены количеством сетей володя за счет одеваешь эти резиновые штаны чтоб что меня не мучить так что там какая-то большая сетка да это шо типа живет вот здесь в этой булочке или шо типа причать типа наверх а живет он еще одна сеточка пошла до резинка у вас все она да и что зовут да интересно старышках оба первым шоу на свет А что же он ждал? И лодка накачанная Оле! Праздники? Да, длинная сеть, конечно Устроенная Карасики вошли Вошли в караси Он еще не поднялся Еще один пеленгаз Вдохлый Вдохлый, да? Не, Паша, да Какая длинная сеть Смотрите, куда идем Живой? Нет Завонили Вдохлый 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 Не проверяли другу А не сорвнила здесь вообще, да? Ну было тут Вдохлый Может из-за этого Ну да Вдохлый 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 Вышел там один Здоровый Как дыпилка Ну так глубже было сейчас Мы ж глубже шли Ну да да длинная сеть красит красит смара некоторые подписчики пишут о том что вот людям жрать нечего вы их тут шуваете за эти сети такое ощущение что это продолжение уже пошла желтая уже сетка сетка чоп судачок . не было до все же до это что нас такой сетей ставить до куда он мел это живой пошел и опять все матрос живой живой чоп судачок живой надо столько сетей это типа те которым типа жрать нечего ставить блин километровые сети и Матроски нет, он получил флухерку А кто? А кто? А кто? А кто? А кто? Идушкевичу дали, понятно? Понял? Живой матроски Вот представьте, сеть Бала, а вот даже дальше, чем то строение Это уже сколько мы прошли Это же столько сетей Это же кошмар Это еще не все, еще связка Это капец Я фронтовый, да? Послушайте, спасибо Кошмар у меня Это длина, там глубже еще одна Петарды кидают Кидают петарды А Анду на обрыве Гладьки выгляделы Да-да-да Диви нас Навлекайте, что же Типа, что вы делаете? Типа, что вы делаете? Ну вот и не он звонит? У меня его номера телефона нема Я увлекаю � Оно Эй Смотрите Эй 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 а Эй 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 живой живой он дрожил я же тянул лыг живой вот так и ровно край интересно двойник да брат так что еще одна сеть лезай Петяны, петяны, чтобы не мотануло. Ну куда ж это годится у нас? Это возле теста видел, что творилось? Мне кажется, что они там стипулы. Вообще, блядь. Без берег. Что, опять метров пятьсот? Не пятьсот, не пятьсот, а триста, наверное, есть. Какой-то кошмар, а. Это типа те, которым жрать нечего. Что, типа, вы щемите там, людям жрать нечего. А что вы там их трогаете? Вот так пишут браконьеры в комментариях. Одна закончилась, вторая началась. Вот так пишут браконьеры в комментариях. Типа, что вы щемите людей, им жрать нечего. Вообще не думают ни о чем, кроме своих карманов, блядь. Не, одну рыбку, да? Не, дешевка. Да, перешли уже. Да, думаю, это купили. Помогли уже потрусит. только нас не было рядом к сожалению а вчера дуло а да вчера днем был витер но витер был по лиману тут было тихо а витер был по лиману а тут будут должно было быть тихо тут же закуток это было тихо дедушке весь бы стал вон дальше и сот так же продолжать что опять закончился и следующий начинается обалдеть о первую пошло фидом карасик сейчас полетишь на вон по любому на таком удаеме лодка служебная должна быть в любом случае кто же спорит вперед это найдет это сеть не дает возможности рыбе подойти камышам не рестится нормально перекрывает полностью все камыши так то уже сбились уже счетов какая только 3 10 было до до того мужика и там у него было 33 30 13 лет и 16 16 сети да и там три вот этих желтые не там больше больше они там связаны стоп машина если дальше еще одна роман продолжает не а ну так мы сюда и тебя хоть заберем или тебя тут оставить да да о каком нерести может одинаково один и тот же кидает на каком нерести может идти речь если вот столько сетей вот каждый день каждый каждый день каждый день выезжать хотя бы так будет не только сети будет и браконьеры ну смотрите опять пошла ну по идее что-то вот хаджабиевский этот ассоциация хаджабиевского лимана да должны сами тоже принимать участие к охране рыбных ресурсов я так понимаю но так хочу же не не ничего не делают почему не делать задайте ему это что читается я я что-то не нужны я вижу вот здесь вот что но ни хрена не делать вот вот это вот я вижу мне отчеты не нужны глаза ну так потребуйте от них если они не выполняют режим эстер-хаб применять какие-то санкции а то когда им вылавливать пеленгаса десятками сотнями тысяч тонн то это без проблем ну образом тем не менее ну а что это не почему нет вот этим не занимаются неужели да прекратилось не это до поворотик тогда есть туда-то поворотик да 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 есть 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 еще одна да 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 это лунный волк у него столько капец но хищника нет он матросик 2 3 матросик 4 живой живой ну при этом сваи видишь да это карась козырь вот он растет здоровый она говорит спасибо да вот так вот каждый метр скажем хаджибиевского лимана потихонечку очищается а вот эти вот браконецких сетей видите да и и хотелось бы чтобы такие рейды проходили как можно чаще желательно вообще каждый день но ресурсы одесский рыбахарный патруль я так понимаю не безграничны поэтому рейды не такие частые как хочется вот я например крайний раз в рейде был ну месяц назад месяц назад был в рейде с Валерием помните вот эти скандальные видео но тем не менее если бы одесский рыбахарный патруль брал меня в рейды как можно чаще я думаю что эти рейды были бы эффективны уже другая сторона лимана и вот так вот в плавнях в камышах тоже ищем наличие сетей погода такая нормальная ветра нет слава богу вчера два дня дуло поэтому скорее всего баконеры не вытаскали своих сетей поэтому надеемся что мы еще их успеем снять скажи мне вот про этого луна окули это хищник да? да вредитель вредитель? жрет икру? икру, личинок что ж вот никакой ценности промысловой вообще не имеет ковьё так ну вот мы находимся в протопоповском заливе начинается небольшой дождик а вот и сети видите да? вот она стоит закручивая о вон она о ага даже с рыбой да рыба 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 икру о все икру а икрутные красивые такие знатные а может собой белый амур красавчик среди этот похож такой жирный какой-то карась такой необычной формы круг хорошо слезает леску с ребра хорошей карасики дождь на удачу и гряной да красиво тут знатный легко вот какой сидит ух ты 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 карпик хорошенький вырезать спокойно спокойно сейчас сейчас мы тебя понимаете тяжело попа в сторону да хорошо вот он жирный большой карасик вся рыба здесь да на а а а а а а давайте это я упустил нормально ох да отличный это же карась такой ешкин кот вот это каросина вот это да полкило желез да да сайт касается он браконет ух ты какой карпик еще один карпик красавца зеркалочка зеркальный картик карасик поэтому тут хорошо зашли что-то будет хорошее какие выворот и дождь пригодился да сетка хорошая большая длинная вида что стоит стоит уже где-то 3 до что за сегодня вот так какая золотой еще ух ты ты такой ёшкина к царису что вы там успеваете не только рыбы все карпик ушел карасик красивый карпик длинная да два метра карупец его послан ух ты ты аж туда уходит летит и летит расстрелян капец смотрите там куча сетей стоит все полностью опутано сетями где не плюнь везде сеть везде бы так сюда паркуются вот это сегодня у нас улов ну я не знаю сколько здесь то ну километра полтора табу уже наверное больше больше наш и кренок практически весь карасик опытный инспектор карася выпутывает и сетки за 5 секунд соревнования battle капец действительно здесь только рыбы столько рыбы елки-палки а дождик то хорошо так ливанул спину ромочил и и как что говоришь ну так не все ж таки опытные я выпутал уже просто это мурчик среди какой красивый красавица санкций поэтому они себя чувствуют безнаказанными завтра послезавтра себя будет безнаказанным чувствовать и после после завтра и после 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 завтра дозавтра дозавтра а как а александр бежим среди куда уходят эти куча сетей ну и как думаешь по твоему прогнозом сколько может сегодня сетей сняли километров два два километра сетей это серьезно конечно все потому что каждый браконьер чувствует свою безнаказанность и вседозволенность вот в чем самая главная проблема что тот штраф мизерный несчастными которые ему выпишут если выпишут если его поймают то он готов его уплатить понимаете и дальше продолжать заниматься своим рыбным браконьерским рыбным промыслом среди куда уходит он так один раз поставил сеть и за день день выкупил свой штраф а потом дальше опять работать безнаказанным вот главная проблема 6 раз тысяч увеличить сумму штрафа то тогда я не думаю что каждый тот который сейчас этим занимается дальше продолжить заниматься да будут какие-то отдельные индивидуумы которые этим будут заниматься но я думаю основная часть задумается если не с первого раза то со второго точно когда заплатят штраф это друзья подпишите нашу петицию я вас прошу и как только могу другого пути нет это путь по которому идет все целевизионные страны очень серьезный штраф вот за браконьерство вот вот за это вот все внизу или нет согласен полностью внизу опять вам будут комментариях писать что зачем вы лишаете людей хлеба до людям жрать не пожарить дайна на сигареты блин развернитесь есть посмотрите сколько рыбы вот просто кишит ее здесь смотрите видите пузыри такие волны есть есть молотков еще не было варежка пока это лидер алексей пока мы с вами по одной владимир про их выпускает так что прекрасно и роды принимать хорошая сетка темно-фиолетовых у нас еще не было скороспелка это что такое вон можно и все в и 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 да сегодня плодотворника у нас все получается это не может не радовать это ты меня карабчик кашу плюм-бум пошел плюм-бум плюм-бум да уж поставить ты тупонул колечко колечко, кольцо популярная песня колечко на память да уж менталитет наших людей и в конце плюм-бум, да? плюм-бум друзья, некоторые из вас спрашивали на чем ездят наши инспектора вот Владимир и вот его мустанг Rolls-Royce Майпах, Майпах за который все говорили да, да, да да, могу тебе паспорт да, ну покажи а что, ты скажешь, что на рядышком стояла машина типа, вот она, пыры-пыры вану 21, 10 ну так и заканчивается наш рейд вот такая гора сетей, тут больше 2 километров сетей, чтобы вы понимали сейчас начинается самая скажем так кропотливая тяжелая работа можно теперь пересчитать все сети посчитать их длину посчитать какой там диаметр ячейки и все это дело указать в протоколе или в акте как он называется акт? вылучшение без хозяйного майна Алексей, ну скажите свои ощущения об этом нашем рейде ну ощущение одно, что нужно продолжать работать в этом же направлении делать рейды выбирать сети желательно их выбирать вместе с браконьерами да, но но вы видите, что иногда это не получается хоть мы сегодня вышли рано с утра но тем не менее я считаю, что сегодняшний рейд у нас удался приблизительно два километра сетей причем сети видно, что поставлены недавно сети некоторые не китайского производства а профессиональные поэтому я думаю своего рода ущерб браконьерам в любом случае даже материальный нанесли поэтому считаю, что сегодняшний день прошел не зря а сколько рыбы было выпущено в живом виде вы сами видели все это снимали я думаю, что если эта рыба от нерестится то мы трижды окупили данный рейд да и чтобы ну рыба в наших водоемах была и мне бы хотелось ваше мнение чтобы вы тоже озвучили непосредственно со стороны я знаю, что вы профессиональный рыбак-любитель чтобы вы отразили эту тематику чтобы комментариев которые идут ниже ваших репортажей о том что дайте людям жить дайте людям работу пускай они ставят сети на пожарить рыбу становилось все меньше и меньше я считаю, что каждый в праве и конституции у нас предусмотрено право на труд пожалуйста работайте а не ставьте сети и не вылавливайте рыбу которая принадлежит всем только нужно ловить ее законным способом либо становиться профессиональным рыбаком пользователем либо как рыбак-любитель определенное количество рыбы снастей на определенное количество снастей в разные периоды я скажу я могу высказать прямо сейчас свое мнение вот сейчас камеру направлю на себя и скажу свое мнение мы ее мнение следующее лодки здесь рыбоохрана патруля нет на Хаджабиевской лимане ну нет в данном случае ее перемещена на Днестр вот она перемещена мы говорим о фактах ее здесь нет поэтому инспектору здесь работать практически нереально только можно ходить по берегу и щемить местных рыбаков которые ловят на три крючка вот все понимаете то есть когда ему нужно выйти в рейд он знает информацию он не может у него физически нет этого возможности пересмотрим этот вопрос это во-первых во-вторых режимы СТРХ с местными профессиональными рыбаками которые здесь ловят рыбу у них в режиме написано о том что они обязаны тоже смотреть за этими браконьерсами вот я считаю что здесь тоже есть недоработка с этой точки зрения почему вы не предъявляете претензий к этому режиму СТРХ и не заставлять их тоже в этом попросе работать даже в принципе можно на их лодке чтобы выходил ваш инспектор так ли? естественно я же еще раз говорю рейды с охраной данного СТРХ осуществляется может быть они не осуществляется не так часто как хотелось бы вы поймите что каждый рейд это затратная часть не только бензином правильно горюче смазочными материалами но сейчас сейчас я думаю что эти рейды будут происходить гораздо чаще потому что лодки уже пользователей стоят в период нереста поэтому их стало больше и я думаю что мы однозначно будем эти рейды делать все чаще и чаще так можно как раз это делать даже без лодки получается рыбарханного патруля просто на лодке СТРХ естественно данный вопрос мы и поднимем данный вопрос мы и поднимем перед руководством пусть выполняют режим все вот это вот главное и из этого меньше будет этих браконьерских сетей меньше будет у них в лодке инспектор который имеет право выписать протокол все как положено пусть и ездит целыми днями тут по этому Хаджиевскую лиману и вылавляют эти сети это реально можно организовать я с вами полностью согласен друзья смотрите нас дальше на ютуб канале все для клево и старайтесь не брать маломеры старайтесь ловить на положенное количество крючков и в заведенных местах если видите браконьеров звоните на горячую линию одесского горячая телефон горячей линии будет я надеюсь в правом углу да и очень хочется что ваш телефон горячей линии не был холодным чтобы он не был холодным Прошлый раз, вот Александр, я хотел бы, чтобы вы тоже осветили, когда вы позвонили мне, и вам говорили о том, что рыбинспектора на воде нет, а он подъехал в течение пяти минут, и он оказывается был, тоже, мне кажется, нужно отражать и эти факты. Положительные моменты, да, положительные моменты. Вот чтобы положительных было как можно больше. Гораздо, мы над этим стараемся. Всем любителям рыбакам, которые соблюдают законодательство, ни хвоста, ни чешуи, опять же, в период нереста, на один крючок, в специально отведенных местах, эти места определены на нашем официальном сайте, Одесский рыбоохранный патруль. Мы есть в фейсбуке, пожалуйста, удачи. Всем удачи, все хорошо, пока. Уточка. Ё-моё, блин. Вот это... Лысонок маленький. Да, да. Да не кусайся. Вот это да. Бедный. Не кусайся, я говорю. Смотри, какой зверь такой. Сейчас будет спасение рядового Райана. Сейчас мы с Райан скрываться начнем. Давай дам тебе перчатки. Не знаю. Не справишься. Райан! Так, веди себя прилично. Да. Чтобы вы передали подписчикам. На машину плевать. Да. А-а-а. Пошел. Смотри. Не справишься. ... Смотри. Смотри. Meet. А-а-а. Смотри.